Пара лопат и из-под снега проглядываются озимые. Они накрыты снежной периной, которая в этом году больше напоминает покрывало. Но Ильнур Саетов считает, что ему еще повезло. Линейка фермера показывает все в пределах нормы. Чтобы зимняя холода от 30 градусов зерновые выдерживали, а зимы нужно 30 сантиметров снежного покрова. Как видите, здесь 30 сантиметров есть. В Лениногорском районе толщина всего 11 в Сармановском и вовсе от 6 и выше. Вердикт Россельхозцентра неутешителен. К такой зиме озимые уж точно не были готовы. Высокие температуры почвы способствовали расходу питательных веществ на усиленное дыхание растений зимующих культур, что снижает их зимостойкость. Из-за того, что середина декабря для озимых выдалась слишком теплой, ученые всерьез переживают, что ростки могли подготовиться к настоящему потеплению, что слишком рано. Если они пошли в рост при нуле градусов, не замерзли бы они уже при минус пяти. Аграрии Восточного Закамья уже сегодня думают, как сохранить хлеб. Их зоне не очень повезло. Местами снега здесь только 5 сантиметров. И озимые уже ведут себя странно. Полный спячок, можно сказать. С осени они озимые не ушли. И постоянно из-за теплой погоды потребляют сахар. Это дает свои плоды. Октанышцы подсчитали. Еще осенью сахара в зерне было 30%. Теперь цифра упала втрое. Несладко озимым и в Камском устье. У нас где-то в опасной зоне, в основном снега маловато чуть-чуть. А в Кеньковской стороне сильный покров имеется. Если снег до него болит, то можно снегозадержание сделать. Так лидеры антирейтинга собираются сохранить озимые. Раз не повезло с осадками, помогут технологии. Там, где снега дефицит, поля собираются оградить, пока сахар и размеры хлеба не дозреют до нормы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова